Чуть не забыла рассказать про снег. Появились органические игрушки. Купила себе вот такой фен. Всем привет! Смотрите, какая у нас мокрая, противная погода. И обещаю такую погоду сегодня, завтра и послезавтра. А еще из комментариев я поняла, что многим интересно, какая у нас погода. И немногие вообще понимают, сколько у нас градусов, тепло или холодно. Но могу сказать, что у нас сейчас еще не лето. Летние месяца это декабрь, январь и февраль. Ну, собственно, зимние месяца это июнь, июль, август. По сути, у нас сейчас весна. И, конечно, бывают жаркие дни, а бывают вот такие, как сегодня, дождливые. И хочу, кстати, сказать, что пошел дождь. Мне вот погода показывает, что сейчас 15 градусов на улице. И сразу заметно похолодало дома. То есть я вот с длинным рукавом, дети у меня одеты, тепло. Ну, то есть дома, честно сказать, уже некомфортно. Так как я уже говорила, в домах отопления нет. Ну, вот хочу показать вам погоду. То есть сегодня, он говорит, днем 16 градусов, а ночью будет 14. Ну, и там уже 22 идет, 21. То есть чуть-чуть как будто даже потеплеет. Несмотря на то, что дождь у нас пошел только сегодня, вчера было пасмурно, но у детей мы включаем ночью обогреватели, потому что ночью достаточно прохладно. И, например, у нас вот Марк, он не укрывается, он спит в пижамке с длинным рукавом. И ночью, он все, точнее под утро, он все равно приходит и такой достаточно холодный. Вот. Поэтому сейчас, да, сейчас еще пока бывает жарко, но бывает и холодно. Что могу сказать про летнее время? Летом тоже бывает по-разному. Например, днем может быть жара, просто нереально. Причем это может быть там не 30 градусов, а там, не знаю, 23-25, и это будет ощущаться очень жарко, потому что здесь очень сильное солнце. Например, я вот белокожая, если выйти в обеденное время на улицу, ну, мне просто я не могу стоять, мне больно. То есть, коже больно. При этом может быть абсолютно прохладный ветерок, но солнце будет вас жарить так, что просто невыносимо. То есть, это, я не знаю, наверное, один из минусов такой Новой Зеландии. Также в летнее время днем жарко, но вечером, как только садится солнце, все становится прохладно, на улице уже не посидишь. Я, честно говоря, так скучаю по нашим алматинским теплым летним вечерам, когда мы сидели на улице, я не знаю, или на балконе. Я очень люблю это время и вообще люблю лето, особенно, вот я всегда говорила, что я люблю лето, особенно летние вечера, но в Новой Зеландии такого нет. Сразу налетают комары. Кстати, что немаловажно, у нас здесь какая-никакая, но влажность, конечно, не так, как в тропиках, у нас все-таки и субтропики, но, тем не менее, здесь влажность, и поэтому, например, если у нас зимой градусов 12, может показаться, что да, тепло, это же не минус, но нет, здесь ощущается, это достаточно холоднее, потому что, ну, во-первых, влажность, ветер холодный, все-таки мы здесь на острове, около воды. Ну, еще пару слов скажу про сезон, когда можно уже купаться. Да, на самом деле, самые такие закаленные уже купаются, и вот мы, если вы смотрели предыдущее видео, мы с Марком даже уже помочили ноги, он у нас окунулся. И поначалу вода кажется холодной, но потом ноги уже привыкли, и казалось даже хорошо, но при этом холодный ветер, то есть выходить было бы достаточно холодно из воды. Вот, ну, для нас лично комфортная температура уже где-то в середине лета, тогда вода нагревается, прогревается. А вообще, если честно, на пальцах можно пересчитать те дни, когда мы вот купались и просто наслаждались такой теплой водой. Здесь вода всегда немного прохладная. Конечно, те, кто начинают купаться рано, они используют гидрокостюмы, и в них, конечно же, тепло, их используют серферы, и это здесь распространено. Поэтому, ну, в принципе, если вы любите плавать и не особо мерзливые, то, ну, думаю, что уже в конце ноября, в начале декабря уже сможете купаться. Ладно, а если быть честными, мы сами иногда не понимаем, какая у нас погода, потому что, например, вот сейчас может быть утром холодно, в обед жарко, вечером опять холодно. У меня, например, ульянка уходит в школу в кофте, и раньше я еще ей штаны одевала, но потом я поняла, что буквально там часов 10 уже становится жарко, и ребенок потом целый день бедная ходит в штанах, и ей жарко. Поэтому, в принципе, здесь дети закаленные, дети любят ходить раздетые, дети любят ходить босиком, да и взрослые любят ходить босиком, и даже в магазин, поэтому здесь это нормально. Ну, и чуть не забыла рассказать про снег. Снег в Новой Зеландии есть, и он бывает только на Южном острове. Мы живем на Северном острове, поэтому у нас снега нет. У нас зимой бывает падает ночью, температура до минуса. Если вы встаете утром, не знаю, в школу, на работу, там, в садик, то вы можете увидеть обледенелые стекла у машин. Но буквально часам к 8, к 9 уже это все тает, становится теплей. Ну, и вот вам наглядный пример, маленький кивосик. Кот устроил истерику, что ему надо выйти, и вот здесь вот... Да? А вот контраст. А вот Ульяна в шерстяных вязаных носках. Тепло? Да. На улице холодно или тепло? Тепло. Тепло? Тепло. Сейчас буквально чуть-чуть овощи протушатся, чтобы они были хрустящие. Я выключу. Ну, и на ужин у меня будет стандартный салат с помидорами и салат из манго. Ну, а теперь в мой салат я насыплю немножко перчика. Налью оливкового масла. Буквально немножко. У меня, кстати, там и немножко и осталось. Вот. И выдавлю чуть-чуть лимону. И все это перемешаю, и будет вот так. Ну, вот что у меня в конце получилось. Всем приятного аппетита! Я сейчас с Марком в торговом центре. Смотрите, поставили вот такую площадку с детским Lego Duplo. Вот здесь вот можно покататься на лошадках. Вот здесь вот детская площадка. Кстати, очень удобная. Для Марка возраст. Он может там сам лазить. В общем, классная альтернатива, если на улице дождь. А вот здесь можно сделать фотографию с Дедом Морозом. Что-то говорили, что в этом году Дед Мороз в маске. Ничего подобного. Интересно, в магазине появились органические игрушки. То есть я так понимаю, что они не из пластика. Интересно, из чего. И пакеты у них такие, типа, органика. Прикольно. Даже тут только есть кассовый аппарат. Почтальон сейчас принес аж четыре посылки. Но у нас, кстати, да, они долго шли. Вот они. Я, конечно, подозреваю, что это папа у нас там заказал. Очередную очень нужную фигню. Но сейчас вместе с вами посмотрим, что же это пришло. Ну да, как я и говорила. А, я знаю. Да, ну может быть, это, кстати, нужная штука. В общем, это такая штука. Она одевается на человека. В общем, не знаю, как показать. Вот она одевается на человека. На нее можно прицепить камеру. И, собственно, вы ходите. И можете снимать там какие-то, не знаю, таймлапсы. Еще что-нибудь. Ну ладно, это нужно. Так, второй пакет. Что же тут во втором пакете? О, это прям запаковали. Что-то такое хрустящее. Во втором пакете тоже какая-то такая штука. Какие-то ремни. В общем, не знаю для чего. Знает только папа наш. Еще одна посылка. Что-то там звенит. В ней. Так. Это куча всяких маленьких болтиков. Не знаю, отсвечивает. Нет, видно, нет. В общем, наш папа хотел собрать дрон. Такой маленький дрон скоростной. И вот постепенно все для него поназаказывал. Но в последнее время говорит, что ему некогда летать. И все, наверное, скорее всего он продаст. Но это я уже не знаю. Так. И вот еще какая-то штука. Ух, запаковали. Запаковали. Ну и, в общем, вот эта такая длинная штука. Это какой-то держатель для GoPro. И я так поняла, что вот она телескопическая. Ну, кстати, это удобно. Ладно, из четырех посылок, ну, парочка точно не фигня. Беру свои слова обратно. Вот приехали с детками на площадку. У Лианка чуть-чуть у нас приболела. У нее нет температуры. Просто как-то горло у нее хрипло, кашель. В общем, в школе сказали не приходить. Мы вот приехали на площадку. Заодно подышать воздухом. Дети, хоть ручкой помашите. Ай, мои хорошие. Несмотря на то, что сейчас пасмурно, ну, такой теплый ветер идет оттуда с моря. Классно. И отлив. Вода далеко. Кстати, люблю гулять в отлив. Марк тогда не бежит к воде. В общем, Олька уговорила меня прийти в Макдональдс. Точнее, как. Она выпрашивала у меня игрушку. Мы решили, что мы пойдем в Макдональдс. Заодно поедят и игрушку получат. Какое-то здесь интересное яйцо. С кем ты сказала? С динозавров? С динозавров. А я себе взяла вот такой завертыш с курицей. Он малюсенький. Буквально дам из мою руку. Ну что, приятного аппетита! Прикольно. Соседи положили в почтовый ящик бумажку, что у них, в общем, в пятницу ночью будет день рождения отмечаться. Что будет немного шумно. Ну и, если что, вот, звонить им. Я так думаю, что это соседи, те, которые у нас вот там снизу. Потому что у них как только лето, у них там по выходным какие-то все время тусовки. Всегда играет музыка. Они там что-то кричат, веселятся. Я все время говорю, может, пойдем к ним. Ой, еще забыла показать. В общем, купила себе вот такой фен. Я уже давным-давно о таком мечтала. Правда, я хотела немного другую фирму. В общем, той фирмы, которой я хотела, почему-то ее можно было купить только в Америке. И я нашла один единственный сайт, который доставляет, мог доставить, в общем, этот фен мне сюда. Значит, мы им оплатили. Это было где-то, наверное, чуть больше года назад. Мы им оплатили. Я, значит, неделю жду, две жду, три жду. Никак не приходит. Мы начали выяснять, смотреть. В общем, оказывается, платеж от нас отклонили. И, в общем, странно. И Сергей с ними там списался с поддержкой. И они говорят, что почему-то мы для них были подозрительны. Они подумали, что мы мошенники. И, в общем, наш платеж не прошел. В общем, как-то странно. И мы потом подумали, что, может, они сами мошенники. Потому что сумма была достаточно немаленькая. В общем, так я и не купила. А в этот раз, когда была у парикмахера, мы с ним заговорились. Я говорю, вот волосы мне в жизни их так вот не вытянуть. Ну, он мне начал рассказывать, что вот тебе надо круглые расчески купить и там вытягивать. Я говорю, да и в жизни так не сделала. Ну, после того, как он мне полголовы уложил, он мне сказал, что, ну да, я понял. Потому что, правда, волос очень много. И он мне сказал, то есть, как альтернативу ты можешь вот такой фен использовать. Я говорю, да я уже давно такое хочу и все никак не могу купить. Ну, и, в общем, вот настал тот день. Сейчас была очень хорошая на него скидка. И я надеюсь, что, хоть это и не та фирма, но у меня все получится. Я набью руку и смогу укладывать свою голову. И, кстати, поделитесь, девочки, если кто-то пользуется таким феном. Ну, именно вот расческа, которая крутится, как вам? Вот я открыла свой фен. В принципе, здесь идет сам фен. К нему две щетки. Одна поменьше, другая побольше. Вот, я смотрела отзывы. Там была еще щетка для прикорневого объема. Но у меня ее нет. Ну, в принципе, я думаю, она и не нужна. В общем, я довольна. Я буду пользоваться, пробовать. В общем, вчера уложила детей спать, помыла голову и таки спробовала свой фен. Но я просто в восторге. Если честно, я довольна. И у меня просто один к себе вопрос. Почему я не купила такой фен раньше? Мучилась. Вот эти волосы торчали во все стороны. В принципе, сегодня видно, что они аккуратно лежат. У них нет такой пушистости, как обычно это у меня было. Конечно, это не фирма Dyson. Но зачем платить больше, если этот фен достаточно недорогой? При том, что я вчера попала на скидки Black Friday и купила с хорошей скидкой его. Я полностью довольна и не вижу смысла переплачивать. Поэтому, если вы думаете, покупать или нет такой фен, прям советую. Думайте, берите, не раздумывая. Ну и спасибо, что были со мной. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok